Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Обвинение ректору РГУ. Новые подробности дела. Безопасные окна. Рязанцам напомнили основные правила безопасности. Когда в домах отключат тепло? Разбираемся в горячем вопросе. Ректора РГУ Андрею Минаеву предъявили обвинение. Как сообщили в региональном следственном комитете, его обвиняют по двум статьям. Мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Новые подробности громкого дела в сюжете Дины Исляевой. Ректор РГУ Андрей Минаев находится под стражей, но тем не менее продолжает занимать свою должность. Напомню, задержали его 1 апреля. Как было установлено, руководство ВУЗа готовилось к предстоящей государственной аккредитации. В стремлении получить расположение проверяющих лиц из Рособранадзора и сыграло руковую роль. Руководство ВУЗа подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы, организацию приема по случаю приезда комиссии. Ректора взяли под стражу. 5 апреля суд вынес решение об аресте. Он проводит СИЗО до 31 мая. Предъявлено обвинение в настоящее время по двум статьям Уголовного кодекса. Это мошенничество и часть 1 статьи 285 злоупотребление своими полномочиями. В отношении Минаева избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сторона защиты данное решение обжалует. Окончательного решения пока нет. Решение вынесет СУЗ. Заседание состоится в течение двух недель. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С начала месячника по благоустройству в Рязани ликвидировали 12 незаконных свалок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. С рязанских улиц за это время вывезли около 7 тысяч кубометров мусора. Кроме того, убрали 830 кубометров снега и более 1800 кубометров грунтовых наносов. В работах задействовали более 300 единиц спецтехники. По поручению исполняющего обязанности главы города Сергея Карабасова усилили контроль за уборкой приладковой территории проезжей части. В пресс-службе отмечают, что город планирует закупить еще 4 дорожных автомобиля-пылесоса. В сообщении говорится, что управляющие компании ремонтируют контейнерные площадки. Проводится работа по декоративной стрижке кустарников, ремонту детского спортивного оборудования во дворах и на общественных территориях. Устанавливаются скамейки. МБУ «Ритуал» проводит санитарную очистку территорий городских кладбищ. Акция «Безопасные окна» стартовала в Рязани. Весной и летом сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних в местах отдыха детей и родителей, поликлиниках и детских образовательных учреждениях Рязани информируют о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не произошла трагедия. Жаркая пора для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних длится с мая по сентябрь. Чтобы предупредить родителей и напомнить, москитная сетка не сможет удержать ребенка, играющего на подоконнике от падения, они раздают листовки. Как правило, летом количество таких случаев возрастает. В прошлом году произошло 7 случаев, связанных с падением детей с открытых окон. К счастью, все дети остались живы, но получили серьезные травмы. В прошлом году это были этажи высокие, и девятый, и пятый этаж. Но только вот чудом дети остались живы. С такими семьями комиссия по делам несовершеннолетних проводит работу. Сначала выясняют, что привело к несчастью, халатные отношения к воспитанию ребенка или это просто случайность. Беда с ребенком – самое большое наказание для родителей, и тем не менее им могут вынести предупреждение или оштрафовать. Москитная сетка создает мнимое ощущение защиты окна, но на самом деле она не выдерживает веса даже самого маленького ребенка. И все трагические случаи, которые произошли, связанные с падением детей из открытых окон, были связаны именно с тем, что дети облокачивались на москитную сетку. В комиссии по делам несовершеннолетних еще раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, а также установить специальные замки и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанской области разыскивают родственников бойца, погибшего в 1942 году. К сожалению, о нем известно немного. Лейтенант Григорий Павлович Сержантов родился в 1917 году в селе Новопавловка Михайловского района. Последнее место службы – 84-я отдельная стрелковая бригада. Погиб 16 ноября недалеко от деревни Ильхатова Кировского района Северной Осетии. В боевом донесении указано, что пал смертью храбрых. В документах есть только имя отца, других данных о семье нет. Сейчас, когда останки бойца нашли на месте боев, поисковое движение России разыскивает родственников, чтобы сохранить его на родине. Бойца подняли буквально 9 числа в 7 часов вечера. Захоронение пройдет через 3 дня. И очень важно найти родственников до того, как его захоронят. Если мы их не найдем, то захоронение будет братским. Естественно, он будет захоронен вместе со своими однополчанами. И шанс вернуться на родину сюда уже у него почти не будет. Поэтому очень важно в течение этих трех дней найти родственников. Собирать валежник теперь может каждый. Соответствующий закон принят Государственной Думой. Облегчило ли это работу лесничих и стал ли лес более устойчив к пожарам, узнала Калина Кудряшова. Сухие и мокрые, тонкие и широкие, новые и уже залежавшиеся. Поваленные деревья и отломанные сучьи встречаются в Солочи на каждом шагу. И если в зоне 10 метров от дороги лес относительно чистый, то стоит немного углубиться и валежника становится даже больше, чем деревьев. Сейчас мало лесников и мало убирают мусор. Не как раньше. Сейчас его очень много. Раньше намного было лучше. Я жила тут в лесу, поэтому встречались часто, особенно когда была такая достаточно ветреная погода. И от этого уже никуда не деться. И боишься то, что сейчас упадет прямо на твой дом. Да, потому что деревья старые, леса старые. Вот. Если не разобраться с этим, и как бы спиливать не хочется, а проверку проводить тоже тут никто не будет. Попадаются в валежник и сухие стоят деревья, никто не убирает. Даже вот организации, которые ответственны, чтобы спиливать эти деревья, после них смотришь, стоят. Надо, надо делать, надо чистить. Это обязательно надо. Природа должна дышать. И нам приятно ходить. Бороться с буреломом не спешат. Это организованные кучи мы увидели в единственном месте лесного массива. В самом его начале. Здесь дрова попилены и аккуратно сложены. Мы обнаружили сотни подобных заготовок. Кто является их автором, непонятно. Однако сейчас вступил в силу новый закон. Согласно ему, собирать валежник и использовать его для своих нужд может любой желающий. Напомним, что ранее сбор упавших деревьев считался незаконной заготовкой древесины. Чтобы делать это легально, необходимо было получить разрешение местных властей, что могло занять до 120 дней. Сейчас особой процедуры не требуется. Однако, есть ли спрос на валежник в Рязанской области – большой вопрос. Сейчас уже нигде он не пригодится, потому что все газовые котлы стоят. Пока газа не было, то все валежник таскали. Даже в пионерские лагеря когда были, все пионеры тащили по лесу. Было чисто, убрано. Если только у кого-то есть печи в домах, прям действенные печи, то, конечно, туда. Шашлык в основном едут в магазине, берут мясо, берут сразу уголь и едут. Поваленные деревья ухудшают видимость, а также способствуют распространению огня. Поэтому их наличие в лесу может угрожать его безопасности. Еще 1 апреля в Рязанской области стартовал пожароопасный сезон. За это время сотрудники МЧС потушили более 20 возгораний. Все они произошли на полях. Горела сухая трава. В лесу пока пожаров зафиксировано не было. Специалисты отмечают, что главной причиной лесных пожаров является человек. И лишь в одном случае из ста возгорания происходит из-за гроз. Пока в Солочи местами еще лежит снег. Но скоро рязанцы начнут выезжать на шашлыки. Тогда от них потребуется повышенное внимание. Ведь плохо затушенный костер может стать причиной большого пожара. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Среднемесячная зарплата в Рязанской области составляет 32 тысячи рублей. Это данные за 2018 год. Ими поделилась руководительница Рязаньстата Елена Нюнина. Она добавила, что рост зарплаты сохранился, несмотря на подорожание товаров. По сравнению с 2017 годом зарплата увеличилась почти на 6%. Самую большую прибавку получили работники сферы строительства, текстильной промышленности и здравоохранения. Елена Нюнина выделила и лидеров по зарплате. Это представители нефтегазовой отрасли. Они получают не менее 76 тысяч рублей. Вместе с тем, отметила Нюнина, в регионе продолжается снижение уровня реальных доходов населения. Также понизились доходы от предпринимательской деятельности и собственности. В областной клинической больнице прошел день открытых дверей. Гостями мероприятия стали школьники. Им организуют экскурсию по отделениям. Как все прошло, расскажем далее. Нельзя быть плохим врачом, сказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Это та профессия, которой нужно посвящать себя полностью. 10 апреля областную клиническую больницу посетили школьники, ученики 8 класса, которым и рассказали о работе врача. Главная цель – помочь ребятам правильно выбрать профессию. У нас абсолютно не стоит задача привлечь ее работать в нашу клинику. У нас клиника ведущий, центр лечебно-профилактической области. У нас недостатка в кадрах нет. А вот чтобы правильно ребята поняли, что это их специальность, чтобы где-то они посмотрели, как необходимо работать с пациентом, какое оборудование у нас стоит и какими знаниями надо обладать, чтобы работать на этом оборудовании. Школьники посетили поликлинику, стационар, коечное отделение, центр навыков для медсестер и для хирургов, а также им рассказали, как устроено отделение хирургическое. Дмитрий Хубезов добавил, что если у школьников будут какие-то пожелания или предпочтения посетить то или иное отделение, то экскурсию продолжат. Задача этого дня – познакомить учеников с профессией чуть больше, чем это происходит на подобных мероприятиях. Наверное, очень важно на медицине, чтобы не было случайных людей. Потому что, мы говорили, что многие идут, профессию выбираете не вы, а профессию выбирают родители. Это было и 10 лет назад, и 20, и сейчас это происходит. И вот, наверное, для того, чтобы все-таки вы понимали, что скрывается за этим, так сказать, величными знаниями, за этим делом палатам, наверное, лучше раньше походить по отделению. Наверное, лучше раньше увидеть работу врачей. Конечно, выбирать профессию, обучаясь в восьмом классе, может быть еще рано. Но приглядываться к тем или иным специальностям уже стоит. И кто знает, может быть, кто-то из школьников в скором времени выберет себе такую профессию, как помогать людям. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Когда в Рязани отключат теплом, таким вопросом задаются горожане. Часть из них уверена, что весна уже вступила в законные права. А другие говорят, что нужно немного подождать. Попробуем разобраться, когда же дома перестанут отапливать. Отметим сразу, что официальных комментариев насчет точных дат отключения отопления нет. Все это лишь ориентировка на существующие нормативы. А согласно им, отопление отключат тогда, когда среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов по Цельсию и продержится на этом уровне в течение пяти суток. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, произойдет это на 12 апреля. Днем столбик термометра поднимется до отметки 10, а ночью отпустится до 7. То есть среднесуточная температура составит как раз 8,5 градусов. В последующие дни температура опускаться не будет, уверяют синоптики. Но, к сожалению, случаи, когда специалисты по предсказанию погоды ошибались, нередкие. Стражилы уверяют, что обычно подачу тепла отключают в середине апреля. В особенно холодные годы это случалось и в начале мая. Другой важный вопрос, который задают рязанцы, будет ли перерасчет за отопление. Ведь к середине апреля батареи становятся все холоднее. Специалисты РМПТС ответили, что перерасчета не будет. Нынешняя разница в стоимости компенсируется за счет зимнего колебания температур, когда в сильные морозы подается тепла больше, но стоимость при этом также не меняется. А вот в тех домах, где установлены приборы учета, в конце каждого месяца выставляется счет за фактическое потребление тепла. Так что остается только ждать, сбудутся ли прогнозы синоптиков. Автономный интернет появится в России не раньше ноября 2019 года. Об этом сообщил глава профильного комитета Государственной Думы Леонид Левин. Такие поправки депутаты подготовили ко второму чтению. Левин добавил, что законопроект не запрещает работу западных сервисов в России. Депутат добавил, что всячески приветствует их работу и старается интегрировать их развитие на территории Российской Федерации. Напомним, 12 февраля Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект об автономности Рунета. После этого во многих городах России прошли митинги за свободный интернет. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok